Бронетехника имперской армии и региона со старта с времен Великого Крестового Похода и Ириси Хоруса является неотъемлемой частью военной машины Империума. Железный кулак, ломающий хребет любой противостоящей армии. Несмотря на кажущееся разнообразие, в основе лежат несколько базовых констрактов, обеспечивающих модульность создаваемой техники, что в свою очередь давало как вариативность, так и взаимозаменяемость деталей при производстве, а самое главное эксплуатации и ремонте. Ходовая часть от одной модели должна была подходить для ремонта другой, и это несмотря на то, что они могли быть произведены в разных частях галактики. Всю технику времен Великого Крестового Похода и Ириси Хоруса условно можно поделить на машины, предназначенные для имперской армии и технику легиона со стартес, хотя некоторые образцы используются повсеместно. Основным классом в имперской армии является СШК машин Химера и все возможные вариации данного шасси, закрывающих почти все тактические задачи, стоящие перед армией на поле боя. От машин ПВО Гидро до тяжелых артиллерийских мобильных самоходок Василиск, Мортир Грифон и Осадных Бомбард Колосс. Данный вид шасси зарекомендовал себя как надежная, ремонтопригодная и крайне эффективная платформа, по праву заслужившая любой как простых солдат, так и технического персонала, осуществляющего ремонт и эксплуатацию. Основным же боевым танком имперской армии можно считать СШК платформу Лемон Рус. И все его многочисленные модификации. Данные машины, состоящие на вооружении частей Астра Милитарум, являются прекрасной атакующей силой, сочетающей в себе неплохую мобильность, высокую огневую мощь и мощное лобовое бронирование. Бронетанковые полки, миллионами производимые на штамповочных прессах фабрик многочисленных миров ульев, поставляются через всю галактику в каждый, даже самый удаленный уголок империума, чтобы предоставить имперской армии и силам планетарной обороны сильную и надежную поддержку бронетанковых сил. В свою очередь, техника для Легиона Состартес выделяется в отдельную категорию, как вследствие физических особенностей танкистов-космодесантников, так и из-за тактики применения, несколько отличающейся от той, что принятой в полках имперской армии. Основным бронетранспортером является модуль Рина и все его модификации, используемый и как основной транспортник космодесанта, и как средний танк. Более тяжелобронированным вариантом является знаменитый Лендрейдер, универсальный вездеход с герметичным и очень прочным корпусом, способный спокойно передвигаться даже в самых враждебных условиях. Сэншка Лендрейдера уходит корнями в темную эру технологий, излюбленная машина в Легионах, обладающая широким спектром применения, но самое главное это надежность и колоссальная живучесть. Одним из самых продвинутых бронированных юнитов в арсенале Великого Похода был боевой танк Сикаран, представляющий собой технику, находящуюся исключительно во владении Легионов-космодесанта. Сикаран объединял в себе несколько технологий из разных моделей СФК, благодаря им был создан высокоскоростной истребитель танков, фактически объединяющий в себе черты более распространенных Хищника и Лендрейдера. Основным видом вооружения для танка Сикаран были сложные системы многокамерного орудия модмодели Гераклес, могущественного высокоскоростного и потрясающе точного оружия. Собственное вооружение, как армейской, так и легионной бронетехники разнообразно и призвано бороться против любого врага. Автопушки, крупнокалиберные установки, ракетные системы залпового огня, плазмены, мультилазерные и волкитные орудия, огнеметные системы и ракетно-пушечные комплексы ПВО, а также некоторые экспериментальные разработки. Все это могло устанавливаться и успешно применяться, благодаря модульности шасси и унификации производства. Особняком в линейке бронетехники армии Великого Крестового Похода выделяется класс супертяжелых танков. Появление этих бронированных монстров на поле боя могло решать исход даже безнадежно проигранного сражения, настоящая крепость на гусеницах. Некоторые из этих моделей, такие как например Теневой Клинок, проходили по классификации Убийца Титанов. На вооружении армии, как правило, состояли сверхтяжелые машины, входящие в серии Меч и Клинок различных модификаций единого шаблона шасси. В легионах использовался более архаичный прототип современного гибельного клинка – «Разящий Клинок». Перечисленная бронетехника не является полным списком машин, встречающихся на полях сражения времен Великого Крестового Похода и Ереси Хоруса, но является наиболее массовой в армии и легионах космодесанта. Встречались как и засекреченные сверхсовременные разработки, так и массовые анахронизмы еще времен объединения, типа танка Малькадор. Однако условия гражданской войны с разрушением производственных цепочек привело к еще большей унификации и упрощению производства и обслуживания, что стало решающим фактором постепенного исчезновения более сложной техники, пусть даже и имеющей преимущество в бою.